Играть в рейтинге больше неинтересно или нет прогресса? Пришло время для турнира. Достаточно иметь всего три колоды, зарегистрироваться в турнире по ссылке в описании, выбрать героев, подтвердить готовность, заблокировать одного героя противника, подтвердить результаты матча и получить свой заслуженный выигрыш. Все это ты сможешь сделать на nutsbet.ru, перейдя по ссылке в описании. Нет, я не зальтир, но это обновление осветить хотелось бы. Всем привет и приветствую вас на моем канале. За микрофоном плагиат и сегодня мы с вами досконально рассмотрим новоиспеченный патч 9.2 вместе с изменениями некоторых механик, которые последовали с ним, и узнаем, как же получить самый, наверное, неожиданный скин на чернокнижника, не выходя из дома. Поехали! Каждое изменение каких-либо механик или взаимодействий в Хардстоуне, кроме тех, которые обозревает тост, конкретно освещается разработчиками как в блогах, так и в видео на официальных каналах Blizzard Хардстоун. И этот раз не был исключением. С новым патчем 9.2 карты с эффектом типа Яростного пироманта не будут задействовать свой эффект, если их не было на столе перед розыгрышем заклинания. Сейчас объясню. Такие случаи могут происходить, и, к слову, несколько раз приключались со мной, когда при игре за Розакус Преста, используя зелье Казакуса для воскрешения существ, этот 3-2 злодей наносил урон совсем не входящий в мои планы. Теперь такого рода взаимодействие не будет работать. Этот фикс далеко не последний в списке. Blizzard также изменили не очень популярное взаимодействие предсмертных хрипов, которое, как мне показалось, затронуло лишь Болвара из гоблинов и гномов. Если это не так, исправьте меня в комментах, я подниму. Исправление этого взаимодействия было наглядно показано в официальном видео у Blizzard. Как оказалось, условие бафа Болвара Форд Драгона на плюс одну атаку выполнялось, даже если сам он умирал и возвращался в руку при помощи заклинаний с похожим эффектом на использованное в видео отголоски духов. Теперь такая вот дичь происходить не будет, если кто-то в вольном играет. Ну и я не мог вам не напомнить, что у подпольного аптекаря теперь отобрали лицензию на нанесение огромного урона всем провидцам смерти Тралом. Его описание изменили на «Когда вы призываете, существо наносит 5 единиц урона». Таким образом, эволюция и боевой клич ДК Шамана более не будет вызывать Батхёрту игроков. К слову, и Джин теперь не будет погребать себя вместе с картой оппонента. Ей-богу, если бы не тост, не дождались бы. Кстати говоря, они пофиксили еще и крайне забавные взаимодействия с Ридарским Повелителем Пылающего Легиона. И теперь такие секреты, как покаяние, священный суд и снайперский выстрел не будут оказывать никакого эффекта на демона. Немного пофиксили и анимации карт, которые сейчас срабатывают без задержки. Какие именно карты вы сейчас можете видеть на экране. Вам более не придется ждать миллион лет, дабы провернуть какую-нибудь мега-отк-комбу в вольном режиме. Наконец, пофиксили имбовый баг с «Морской ведьмой», колоды с которой в вольном ладере выносили все и вся ногами. Если вы не знали, то при выставлении ее на стол, она редуцировала стоимость всех великанов до 5 маны. И уже оттуда велся отчет понижения стоимости. Теперь же эффекты, снижающие затраты маны таких карт, накладываются после всех прочих изменений. Справедливо. Арену тоже потрогали и, наконец, убрали имбового птенца. Плюс при составлении колоды на арене первые два раза на выбор не будут предлагаться карты с синергией. Я особо Арену не играю, поэтому для меня самым главным изменением все же остается дисбанк птенца. Мда. С матч-частью закончили. Можно уже и к десерту приступать. В этом году команда Blizzard решила порадовать игроков, в скобочках, нас, ивентом, приуроченным к Хэллоуину, который по факту к нам вообще никакого отношения не имеет. Несмотря на это, Близзы на время ивента, то есть с 24 октября по 6 ноября, я так понял, снарядят оригинальные скины героев еще более оригинальными прибамбасами, которые вы можете прямо сейчас увидеть на экране. Гулдан ангелочек. Вместе с этим изменятся и реплики героев, и особая потасовка, которая будет проходить с 25 по 28 число, где, цитирую, потому что лень придумывать предложение, вам предстоит преобразиться и застать чудовище в скобочках всадника без головы врасплох. Особый костюм вы себе раскопаете после начала потасовки. К каждому костюму прилагается своя колода, в которой представлены карты нескольких классов. А также, впервые в истории игры, особая пассивная сила героя, без которой у вас ни за что не получится одолеть зловещего призрака. Ну, как-то так. Плюс в честь Эквавина, Близзарды добавят большой костюмированный балл на арене. Начав игру там, вы сначала выбираете героя, а затем его силу, и в результате сможете использовать карты классов, к которым относится сам герой и выбранная сила, не говоря уже о нейтральных картах. То есть, как вы уже могли понять, на арене во время Эквавина будет происходить реальное безумие. Ну и какой же Хэллоуин без подарков? Первую неделю так называемого Эквавина, то есть с 10 часов по МСК 24 октября до 12.01 МСК 31 октября, вы получите комплект карт пробуждения древних богов и билет на арену. Во вторую неделю за вход в игру с 2 часов ночи 1 минуты по МСК 31 октября до 12 часов 1 минуты по МСК 6 ноября, вы получите комплект карты рыцарей ледяного трона и билет на арену. Легчайшая халява в моей жизни, даже наряжаться и пугать соседей не пришлось. Ну и напоследок, Нэмси не крашпи, кака по вашему запросу ничего не найдено. Новый скин на чернокнижника, о котором уже все знают, и поэтому смысла мне что-то говорить, кроме способов получения, немного. Собственно, как ее получить? Ну смотри, сына, есть два стула. Первый для общительных, открытых, идущих на уступки и проявляющих инициативу успешных во всем людей, которые могут позволить себе посетить Хардстоун Таверну в своем городе, где хозяин проводит особый сбор очага и, сыграв одну специальную потасовку, заточенную под ивент, получить скин. Ну а второй для крайне необщительных социофобов, социопатов, мизантропов, хик и так далее, это скачивание эмулятора Нокс, ссылку на который я оставлю в описании, скачивание на этот эмулятор Хардстоуна и программы Fake GPS, что именно вводить в поиск Google Play, я тоже напишу в описании. Затем следует найти координаты того места, в котором будет проводиться, собственно, само мероприятие, скопировать его в Fake GPS и попробовать сыграть там одну игру с кем-либо. Список таверн, их местонахождений, по которому можно найти IP и все остальное, вы сможете поглядеть на сайте Близзардов. Но я советую вступить в группу, которая мне даже за рекламу не заплатила, да и хрен с ним. Ссылка на группу тоже в описании будет, там гайд письменный и со всякими ремарочками и ссылочками, может вам удобнее будет. Если вам интересно, как я буду получать скин, то если не получится как Хико, я посещу Харсон Кафе в Минске. МБ там меня найдете. Ну а на этом выпуск новостей хэштег «Быстрее Зальтира» подходит к концу. Обязательно поставь лайк и подпишись, если ролик понравился и оказался полезным. Это мне очень помогает и плюс морали, так сказать. А за микрофоном был Плагиат и увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.